МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по причине беременности родов в послеродовом периоде стало меньше 300 тысяч. Начало века около 600 тысяч, в два раза меньше. Это плоды цивилизации и достижений медицины. Второе, это уже знают все, роды из пересаженной матки. Это вековечная мечта, которая впервые осуществилась в прошлом году. Наконец, малоприятное событие. Всемирная организация здравоохранения объявила, что мы живем в эру после антибиотиков. Антибиотики, увы, уже действовать не будут. И поэтому полная смена идеологии, переход к другим технологиям борьбы с инфекцией. Вот это три наиболее значимых события. И для того, чтобы наши выпускники, наши курсанты последипломные были в курсе всех мировых и отечественных событий, необходимы доброкачественные материалы. И таким материалом стал наш новый учебник. Гинекология. Гинекология – это тот, который отмечен в масштабе страны как лучший учебник России, за что министром здравоохранения, тоже очень интересный факт, вручена премия учебнику Министерства образования и науки, то есть нашему учебнику гинекологии. В чем отличие этого учебника? Наши выпускники, иностранцы, приезжая к себе на родину, должны проходить лицензирование. Проходят они лицензирование не по нашим стандартам, а по англоязычным, как правило, американо-английским. И это вызывает у них определенные трудности в терминологии, для тех особенно, кто учился на русском языке, в приемах, которые есть там, нет у нас, и наоборот. Тут дело даже не о достоинствах тех или других приемов, и там есть прекрасные, но применяемые только в одном разделе нашей работы в зависимости от страны. И у них занимает полтора-два года, они учатся в различных школах, которые пытаются адаптировать их знания к требованиям лицензионных программ. Вместе с тем, получить программу любого американского или английского университета нельзя, это их интеллектуальная собственность. И мы пошли на хитрость. Мы пригласили в со-редакторы этого учебника, написанного, законченного в прошлом году и изданного в прошлом году, позапрошлом уже, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии нью-йоркского, одного из нью-йоркских университетов, профессора Фукса. Он хорош тем, что еще не забыл русский язык, поскольку он университет уже заканчивал, становился доцентом-профессором в Америке. Но это сын двух российских профессоров, и он еще не забыл русский язык, и ознакомившись с русской программой, быстро понял, чего не хватает там. И поэтому мы создали, это первый учебник, который соответствует, что тоже принципиально, и российскому образовательному стандарту, и американскому, а самое главное, даже у них не стандарт, а программа, которую должен освоить каждый завершающий медуниверситет, медицинский факультет университета. Вот этот учебник, который написан по-русски, для тех, кто учится на русском языке, который имеет все англоязычные термины, и сразу же указание, что такая-то практика применима у нас, и не применяется в Штатах, такая-то применяется в Штатах, не применяется у нас, а эти равнозначно применяются и здесь, и там, поскольку, в принципе, акушерство – это самое интернациональное, самое общее, самое, если хотите, бытовая наука, начинавшаяся с взаимопомощи, и потом ставшая первой медицинской специальностью, еще не наукой. Вот, эксперимент оказался удачным. Студенты английских групп англоязычных просят перевести этот учебник на английский язык, то есть, чтобы с теми же соответствиями, несоответствиями иностранными и российскими, чтобы они могли учить на английском языке. Если найдем спонсора, непременно переведем, поскольку дело это весьма затратное, и учебник, изданный на хорошей бумаге, с хорошей редактурой, к сожалению, стоит больше 1300 рублей. Вот таковы события, которые развернулись в этом году, и уже этим учебникам мы бываем регулярно на различных конференциях. Вот и давно были в Иркутске, уже пользуются в Иркутске, в Омске, в Владивостоке и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова